Сегодня мы подвели итоги работы за проходящий, уже уходящий 20-й год. Мы довольны тем, что в области были проведены крупные мероприятия по приведению нормативного состояния дорог. У нас на следующий год запланировано конкретное количество объектов. Это вводные объекты, мост через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Это ряд дорог, которые являются ключевыми. Это дороги на северо-восток, на юго-запад нашей области, это Хорда. Наверное, одним из основных новостных событий является старт строительства комплекса западного моста через реку Волга и двух мостов, связанных с Октябрьской железной дорогой. Это, в том числе, и так называемый мост на Санкт-Петербургском шоссе до четырех полос. Я думаю, что вместе с вами это событие в ближайшее время раскроем в более детальных аспектах. Это, соответственно, очень большая работа по системе безопасности дорожного движения. Ну и, конечно, это развитие транспортной инфраструктуры, связанной с новыми рабочими местами. Это технопарк Краслова, это строительство пешеходных переходов благоустройства и строительство остановочных комплексов для нашей системы транспорт в Верхней Волжье. Это внедрение новой транспортной модели на территории Зубцовской, Ржевской агломерации, Старицкой и Киморской. Ну и я думаю, что дорожные работы, которые будут продолжаться и, соответственно, в ближайшие три года. И мы хотели бы, наверное, обратить особое внимание глав муниципальных образований по своевременности, подготовки документов для более активного участия в программе дорожных работ в муниципалитетах. И сказать, что мы являемся сегодня регионом, который одним из первых в Центральном федеральном округе ввел трехлетнее планирование с обозначением объектов в течение трех лет по созданию и ремонту дорожной сети.